Вчера они семейным кругом отмечали день рождения Сони. Ей исполнилось три года. На подарки денег у родителей нет, решили порадовать детвору сладким. Хотя мама признается, дети сладкое не очень любят. У меня дети раньше хлеб, но они его как-то так, изредка там. Сейчас для нас хлеб это такое счастье, нам буханки на день совсем не хватает. Дети радуются хлебу, не печенью, а хлебу. Печенье у нас может лежать несколько дней, хлеб у нас съедается очень быстро. Семья Денисенко приехала в Томск осенью. Получила распределение в село Нащеково Шигарского района. Зимой было очень тяжело. Маленькая квартира, нет горячей воды. Первое время голодали, помогали добрые люди. Потом отец семейства нашел работу на стройке, но сейчас лишился и ее. Мы остались без работы, без средств к существованию. Одно хорошо, что люди добрые помогли. Если бы не они, мы тут, наверное, бы из голода померли. Начали просто мужа на работе есть, ну, вы хотите слишком много всего, вам подавай. Ну, тут миф сложился о том, что мы получаем какие-то там дотации, все такое. Ну, люди просто начали агрессивно себя, еще агрессивнее вести, чем в самом начале. Ну, вот давление изо дня в день пришлось уйти с работы. Найти новую работу у мужа Ольги не получается, а на Колым особо не проживешь. Тысяча-полторы на три дня, которые муж приносит, уходят на продукты и лекарства. Понятно, что долго так не протянешь. Нужна какая-то стабильность и гарантированный доход. Мы пытались очень долго найти работу, да, после того, как он ту работу потерял. Для нас ее нет. Есть в Томске, ну, хорошо оплачиваемая работа, но нужно российское гражданство. С гражданством мы как бы не успели, до Нового года были квоты, но нам никто не сказал об этом. Мы, а сейчас это очень дорого. Один экзамен там выходит пять с половиной тысяч, плюс там из больницы справка тысяча шестьсот. Ну, их просто негде взять. Мы когда ехали сюда, да, казалось, перспективы есть, да, но обещали как бы вот и трудоустроить, и с жильем помочь, да. Хотели гражданство принять, ну, потому что все-таки время теряется, дети, нужно как-то наживать все. Ну, не получилось. Вы чувствуете себя обманутыми вот сейчас? Честно, даже очень чувствуем обманутыми. С самого начала жизнь у Денисенко в России не заладилась. Еще зимой Ольга рассказывала, что они сталкиваются с косыми взглядами и осуждением. А сейчас стало еще труднее. Муж вообще каждый день там слышит за спиной и маты, и бандеры, что вы сюда приехали, валите отсюда. Понимаете, ну, сидеть на шее у стариков, да, которые нам помогают, ну, это не выход, это стыдно. Ну, мы взрослые люди, у нас куча детей, мы должны сами себя обеспечивать, очень стыдно. А иногда даже, ну, они как бы сами, да, там, приезжают с гостинцами, ну, иногда бывает такая ситуация, что, ну, закрываешь глаза, вот тут давят, а приходится просить. Ну, потому что выхода нет. Ольга Денисенко, когда они уезжали из Донецка, была на пятом месяце беременности. Дочку Карину она родила уже здесь. Но из-за всех потрясений и нервных переживаний у Ольги пропало молоко. Детское питание, дополнительные расходы для и так нуждающейся семьи. Карина только родилась. Мы попросили помощи, и то, как бы мы не сами, нам сказала администрация, вот обратитесь туда, напишите заявление на материальную помощь. Муж написал заявление на материальную помощь, ну, нам ее, как бы, привезли. Там, несколько пачек малютки, там, макароны, там, макароны. То есть не деньгами, а продуктами? Нет. Ну, деньгами нам, видать, не доверяют. Ну, хотя мы объясняли, ну, лекарства, да, ребенок искусственник, большие проблемки с желудочком, нужно и то, и другое. Ну, как-то так. Ну, на том спасибо, конечно. В этой маленькой квартире, которую выделила многодетной семье беженцев районная администрация, поначалу жить было невозможно. Не было никакой подходящей для семьи с маленькими детьми мебели, сырости, плесень на стенах. Потом с мебелью помогли местные, что-то привезли люди из Томска, когда узнали, что семья живет в таких условиях. Сырость, правда, победить не удалось. Мы проветриваем все время, чтобы не воняло. Сыростью пахнет, да? Ага. У нас зимой было ужасно, когда мы готовим, то весь этот пар, по стенке все мокрое капает. Ну и в таких условиях, признается Ольга, можно было бы жить и со временем налаживать быт, если бы была перспектива и не было бы такого отношения к ним. У меня даже дети вот сталкиваются с такой проблемой, да, люди говорят, вы сюда понаехали, из-за вас тут цены растут, короче, мы работы лишаемся. Да, Витя говорил, что здесь цены поменялись. Серьезно? Из-за тебя? Ты-то сам домой хочешь вернуться? Да, хочу сильно. Тебе не страшно? Нет. Уже ничего не страшно. Здесь не понравилось тоже? Да, молодче. Немножко у нас, видать, другой менталитет, как бы, да, и взрослые, и дети, ну, чем-то мы отличаемся. Я даже не могу понять, чем, но чем-то отличаемся. Ну, может быть, потому что мы здесь чужие, поэтому мы встретили, да, враждебность. Потом как-то намного проще. Вы знаете, вот мы едем в маршрутке, допустим, да, вот кто-то что-то сказал, там кто-то ответил, все, через минут 15 разговаривают, вся маршрутка, все родные. И как-то так. У нас на Донбассе как-то люди, вот, а тем более сейчас вообще сплоченные. Сколько семья Денисенко живет в России, столько и нуждается. Ольга честно признается, жить впроголодь, постоянно без денег, только за счет помощи добрых людей, они устали. И хотят вернуться домой. Понимают теперь, что здесь, несмотря на их ожидания, им совсем не рады. Вам не страшно возвращаться домой? Честно? Ну, как сказать страшно? Да, наверное, уже нет. У нас там чуть-чуть потише стало, но у нас такие люди, ну, нас ждут там. У меня мама с папой там. Там все свое родное легче. Я уже не боюсь. Потому что, ну, какая разница, где погибать? Здесь, извините, от голода и от такого отношения. Или там, там стены родные, там люди родные. Ну, нет, у вас сейчас у самих сокращения большие идут, люди остаются без работы. Ну, а мы-то, тем более, кому мы здесь нужны. Одна проблема – ехать домой семье не на что. Сначала дорогу до Ростова судслужбы обещали помочь оплатить. Теперь, говорят, такой возможности нет. Семья Денисенко очень хочет вернуться назад на родину. Но пока не знает, как это сделать. Когда они уезжали с Донбасса, продали все ценные вещи, какие у них были. Здесь, чтобы уехать, продавать им просто нечего. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова